Вчера выступая на завершении работы Думы в текущем году, особо подчеркнул, что многое будет зависеть от того, насколько объективные, точные и перспективные оценки даст ситуации сложившейся в стране и в мире президент в ходе вот этой большой пресс-конференции. Я очень внимательно прослушал все ответы, посмотрел на строение журналистов. У меня сложилось двойственное ощущение. С одной стороны выступает человек, который хорошо знает текущую обстановку, который владеет цифрами, который углубленно анализирует ситуацию как в отдельных отраслях, так и в целом мире. Но я не вижу ответа на главный вопрос. Главный вопрос, который касается всех, это массовое вымирание нашей страны. С 90-го года только русские потеряли 20 миллионов человек. 20 миллионов погибло в годы Великой Отечественной войны. 25 миллионов были отрезаны искусственными границами, которые пролегли после преступной политики Ельцина и Горбачева от Пскова до Краснодара. 65 миллионов человек потери нации, которые являются государствообразующими, и без которой эти просторы держать в единстве просто некому. Какие бы мы не поднимали вопросы, что было в прошлом, но в прошлом, после того, как Ленин со Сталином собрали мирно на съезде в страну, распавшуюся и сгоревшую в Первой мировой войне Российскую империю, а вместе с ней сгорело еще три империи – Австро-Венгерская, Ерманская и Оттаманская, Ленин с Сталином сумели, собрав страну, провести потрясающую индустриализацию, создать уникальную науку, подготовить кадры, которые обеспечили победу над Литлевским рейхом, создать перспективные базовые отрасли, которые подняли нас в космос. Вот когда те, кто последовал Горбачеву и Ельцину, стали предавать идеалы социализма и партии, тогда и посыпалось. Он правильно сказал, да, партия, как только была предана, так держать в единстве было некому. Но раньше держали в единстве единые диалоги, единые партии, единый народохозяйственный комплекс, единая политика, внешняя и внутренняя. А сегодня, кроме русского языка, русской культуры и истории, в единстве держать некому и нечего. Поэтому он гордится тем, что за эти годы укрепилась государство страны, армия, основные институты. Я тоже горжусь этим. Но что у меня возникает дальше, если мы продолжим вымирать такими же ударными темпами, как в текущем году? 300 тысяч потеряли еще граждан. А русские области умирают темпами в три раза быстрее, чем все остальные. На этот вопрос главный, от которого зависит и держание под контролем этих гигантских просторов, и будущее каждого человека, я не слышу ответов, разумеется. Второй ключевой вопрос. Он поставил задачу за вот этот срок вывести в страну пятерку самых сильных и мощных. Но надо выходить на мировые темпы развития. Мировые темпы складываются в пределах 3%. У нас все топчется вокруг одного, а Центробанк дает 0,8%. И на следующий год при такой финансо-экономической политике и том бюджете, который притащило его правительство, уже потеряны первые полугодия. А если мы в целом год потеряем опять, значит мы провалимся, и тогда мы будем не пятерки, а будем пятнадцатые. А за этим последует уже не финансо-экономический, а политический кризис с недоверием и всем остальным. Тогда надо заявить о том, что мы будем делать для того, чтобы уйти от этой ситуации. Я им не раз предлагал бюджет развития, он сформирован. Под бюджет развития готовы 12 законов. Мы их вносили, вносили очень упорно и последовательно. И о национализации минеральной и сырьевой базы, и о взятии под контроль стратегических отраслей, и о системе ценообразования на эти вопросы главные тоже нет ответа. Я вчера заявил, ну вы мне объясните, если вы собираетесь что-то делать для того, чтобы страна развивалась, надо расшить формулу, у нас в цене товара 64% налогов и 10% зарплата. С такими налогами невозможно ничего развивать и строить. У нас в этом году угробили почти 600 тысяч малых и средних предприятий, а создали около 300. И при такой цене, вернее, такой зарплате невозможно обеспечить покупательную способность. Значит, не можешь производить и не можешь покупать. Что делать дальше? Дальше совершенно очевидно, что делать. Мы им сказали, у вас есть 120 триллионов замороженных средств, гигантский ресурс. У вас 546 миллиардов долларов золотовалютных резервов. У вас 8 триллионов лежит в заначке. Да, он говорит, 20% взяли на что-то, на дорожку 5-10, но у нас пусто-пусто при поддержке науки, почти ничего в новых технологиях, у нас меньше в два раза, чем надо по здравоохранению и то же самое по образованию. Но кто ему не дает, у него власти больше, чем у царя Генсека и Египетского фараона вместе взятых, принять абсолютно исчерпывающее решение. Сказать, вот из этого резерва берем условно еще 10 триллионов рублей и вкладываем в развитие базовых отраслей, обновление фондов и поддержку всех граждан. Начнем с детей войны. Ну как мы пойдем на встречу в 75-й годовщине, когда дети войны в деревне получают 7-9 тысяч, а город 12-14. Невозможно это смотреть без боли, без сострадания, но обязаны отвечать на этот вопрос. И на этот вопрос нет ответа. И нет вопроса на один из ключевых вопросов. Американцы официально объявили, врагом номер один является не Китай, а Компартия Китая, которая вывела Китай за 70 лет в передовую ведущую державу мира. Является Российской Федерацией вместе с Путиным. Почему? Потому что мы единственная страна, кто может в случае военного конфликта уничтожить. Американцы у нас достаточно этого потенциала. И третий враг Иран, потому что он может парализовать Персидский залив, где половину нефти американцы добывают своих интересов. Но если вам брошены перчатки, вы враг номер один, тогда надо ответить на вопрос. Не только мы укрепили армию. Почему весь военно-промышленный комплекс, который был загружен в последнее время, на ближайшие 2-3 года оказывается тоже полупустым? Сидят талантливые ребята, освоили новые технологии, новые изделия. Узнайте, в каком состоянии. Вам скажут. На первом полуходе следующего года нет работы и нет нормальной зарплаты. Вот на эти три ключевых вопроса, к сожалению, ответов разумительного нет. И это очень и очень тревожно. Я понимаю, он как первый руководитель, руководитель Совета Безопасности, имеет право не все говорить. Но эти вопросы стоят ребром. А когда вопрос стоит ребром, то надо быстро отвечать. В противном случае, может упасть или в другую сторону, от этого никому хорошо не будет. Если брать частные вопросы, более аккуратно отмечал связанные с историей, с Лениным, с Бавзолеем. И это правильно. В конце сказал, история рассудит. И сейчас лезть на Красную площадь, по сути дела, это разжигать Чечню 90-х годов здесь, в центре Москвы. Только сумасшедшие люди и глупые люди могут это делать. В этот раз было сказано более определенно. Что касается стратегического партнерства с Китаем, тоже подчеркнул. Для нас это принципиально важно. Мы только вернулись оттуда, подписали договор с ними на 5 лет вперед. У нас с ними очень тесные связи. Идет подготовка полным ходом. И 150-летие со дня рождения Ленина. Красный маршрут будет полностью задействован. Около 9 миллионов китайских туристов приедут к нам и будут знакомы с ленинскими местами. Мемориал сейчас реконструкцию ульяновской проводим. Хоркий, Ленинский. Здесь целый ряд. Очень интересный маршрут. Но заявил, что военного нет союза. Но мы пошли навстречу. И что принципиально важно. Будем помогать им создавать систему противоракетного предупреждения. Это очень важно. Пока только мы, американцы, владеем такими технологиями. Китайцы весьма удовлетворены этим. Это носит принципиальный, но оборонительный характер. Что касается Америки, на мой взгляд, очень тонко ответил. Еще не торопитесь с Трампом. Там вроде демократы проголосовали, но Сенат не поддерживает. И вообще смешно объявить Трампу импичмент по поводу того, что тот потребовал проверить, сынок Байдена на Украине задействован коррупцией или нет. Наоборот, надо было поддержать Трампа. Давайте вместе проверим и скажем, наш Байден чист. Видимо, не очень чист. Ну и вообще говоря, американская внутренняя политика подсказывает нам тоже особый характер поведения. Там 60% молодежи требует социализма и социализации. Ничего похожего еще в Америке 5 лет не было назад. Это требует объединенная Европа. Посмотрите, что делают желтые жилеты. Что они требуют? Они требуют восстановления среднего класса, элементарной справедливости. Кстати, наши молчат, но Нижняя Палата уже во Франции приняла решение вымести эту пенсионную реформу. Я уверен, что и верхние поддержат, и Макрону деваться будет некуда. Вот надо у французов учиться, как надо защищать свои интересы и валить эту людоедскую пенсионную реформу, которая у нас продолжает бесчинствовать и действовать. Ну, если брать некоторые другие вещи, я бы очень хотел услышать и по политической системе. У нас есть группа новолибералов, которая сидит в кремлевских кабинетах, которая сидит в правительстве, которая проводит эту финансовую политику. Аля Гайдар, Чубайс и Кудрин, которые, собственно говоря, разваливают политическую систему. Вместо того, чтобы укреплять то, что в Думе сложилось, все видят тут вполне нормальную рабочую обстановку. Вместо этого начинают перекраивать и все делать поперек. Ну и на его месте я бы официально сегодня поддержал и обращался к нему. Он подписал провести семинары об опыте народных предприятий. Туда попадает и Казанкова, и Мариэл, где лучшие показатели в Европе. Совхоз Грудинина – великолепные показатели. У Соли Сибирская – тоже классные показатели. Это уже готовится. Гордею поручен, обсуждал я с премьером. Для нас принципиально важно. А мы вот в ближайшие дни проведем и большие празднования 140-летия со дня рождения Сталина, полководцы Победы. Проведем большой форум лево-центристских сил, где обсудим программу на будущее. В начале февраля проведем большой совет всех патриотических сил. Утвердим свою программу вывода страны из кризиса и союза патриотических сил во имя будущего страны. Правильно он сказал, патриотизм, любовь к родине – это главная ценность. Но какую родину любить? Олигархическую, бандитскую, криминальную или справедливую, умную и талантливую? Думаю, вы согласны, что надо любить справедливую, умную, талантливую, где любят детей, уважают женщин, помогают старикам. Вот давайте начнем с детей войны. Так что это довольно интересное выступление, но оно требует еще дополнительного осмысления. И обязательно целого ряда мер, которые позволили стране в следующем году выбраться из того тупика, куда нас загнали. Ну и последнее. Неолиберальный реванш вы видели в Москве в августе, накануне выборов. Вы его видели в Иркутске после того, как 500 с лишним грязных репортажей было про Левчин. Сегодня Катя задала «Красные линии» спасибо ей. Очень точный вопрос, на который Путину очень трудно было ответить. А как вы освободили губернатора, который единственный в стране удвоил бюджет с 97 миллиардов до 212? Каким образом освободили губернатора, который 300 бан черных лизорубов поставил на учет? И они теперь платят не полтора миллиарда налоги, а 10 миллиардов. Как вы освободили губернатора, который заставил даже олигарха Дерибаску, платил 100 миллионов, сейчас платит 2,5 миллиарда. 25 раз увеличили налоги и ничего, платит как миленький. Каким образом освободили человека, который практически справился с задачами после наводнения? Что касается стройки, не успели Левченко освободить, привезли нового, показывают третий этаж, как будто утром еще котлована не было. Вообще смотришь на это безобразие. Ну и вам, передайте своему начальству. Вообще-то есть закон о средствах массовой информации. Если вы кого-то контикуете, вы должны обязаны дать время на ответ. Вот мы проанализировали все до единого репортажа, просто желчь изошла РЕН-ТВ, желчь изошла. Ни в одном репортаже даже не дали 20 секунд ответить тем, кого обвиняете. Вообще, я считаю, это грубейшее и подлейшее нарушение элементарных норм и правил. Значит, вы взялись некоторые, передайте своим начальникам. Конкретно я помню всю ложь и грязь Карауловых полную, помню, как, не дай бог, издавалось в Финляндии, тиражами миллионными развозилось по стране. Тогда войну против меня вели. Персонально я помню всех, кто давал отмашки. Но они пришли, некоторые покаялись. Я сказал, ладно, не будем с вами дальше спорить, будем двигаться вперед. Вот сейчас некоторые взялись за того же Левченко, за того же Грудинина. Но еще раз предупреждаю, будут персонально отвечать и по закону, и по совести. Потому что в персональном плане расправляться над нашими кадрами мы не дадим. Те, кто этим занимается, те, кто дает отмашку, будут отвечать и по закону, и перед народно-патриотическими силами. Спасибо. Продолжение следует...